Проект «Лето на пределе» седьмой год подряд традиционно организует молодежный центр. Основная задача проекта – организовать досуг детей, научить их играть в дворовые игры. Хотя организаторы еще сами недавно были детьми и также весело проводили время во дворе. Например, социальный аниматор Аня Лапина, ученица второй школы, перешла в девятый класс. Я просто захотела подрабатывать летом, и мне знакомые сказали, что вот есть такой молодежный центр, туда можно обратиться и предложить работу аниматором. Я согласилась, там заполнены нужные документы. И вот с 1 по 14 августа мы работаем. То есть мы играем в любые подвижные игры, там «Рыбака и рыбку», «Чай, чай, выручай», всякие различные конкурсы, эстафеты. В августе проект «Лето на пределе» охватит 18 котловских дворов в разных микрорайонах города и поселка Вычугодский. В будние дни с 4 дня до 8 часов вечера 38 юных организаторов будут играть с детьми в подвижные игры, загадывать им загадки и проводить разные конкурсы. Да, очень нравится. Да, мне тоже очень нравится. А какая игра больше всего понравилась? «Рыбка и картошка». «Горячая картошка». «Горячая картошка». А какую-то новую игру для себя сегодня узнали? «Да». «Солнышко и дождик». Совместные игры старшеклассников с младшим поколением оценили и взрослые, отдыхающие во дворе. «Прекрасно. Молодцы. Я даже первый раз такое вижу. Мне понравилось. Дети организованы, все играют. Так интересно. Молодцы. Молодцы. Хорошо». Кстати, игра «Ребятня» может еще и подзаработать. Ежедневно на каждой площадке самым активным участникам будут вручаться жетоны. Своеобразные игровые деньги, которые после окончания проекта на ярмарке молодежного центра можно будет обменять на школьные принадлежности. Ребята с улицы Кедрова уже получили несколько жетонов. «Я два заработала». «Я два. Не у мамы». «Я два. А на что их обменивать будете?» «На каждого». «Я царские товары». Продолжение следует...